В праздничный день на премьерном показе собралось много зрителей, в их числе военнослужащие Брестской краснознаменной пограничной группы имени Держинского. В качестве подарка гостям перед началом фильма были преподнесены известные военные песни, прозвучали поздравления с Днем Защитников Отечества. Далее зрители погрузились в просмотр продолжения увлекательной истории о службе пограничников. 12-й фильм называется «Государственная граница. Ложная цель». В новой картине главный герой майор пограничной службы Константин Кудин. Преданный воинскому делу, командир не за медали и ордена выполняет поставленные задачи. По этому фильму можно было изучать историю нашей страны, потому что переживать с героями фильма те события, которые происходили у нас в советском государстве. Новый фильм, 12-й фильм, может быть и снят в другом немножко жанре, в жанре триллера и в лучших традициях Голливуда, но все равно те человеческие взаимоотношения между героями, те же качества, все равно они востребованы и сейчас. Сюжет картины довольно насыщенный. В фильме показана служба пограничника сильного характера, волевого и несгибаемого, под гнетом трудностей. Выполняя свой долг, борясь с беззаконием, подрывая планы злоумышленников, главный герой Константин Кудин рискует собственной жизнью. В ленте множество спецэффектов. Над ее созданием, как и прежде, работала киностудия «Беларусьфильм». Картина снималась на погранзаставах в Беларуси, в кадре как профессиональные актеры, так и белорусские военнослужащие. Продолжение истории станет интересным не только для тех, кто наблюдал первые серии фильма. Кинолента о жизни пограничника Кудина поучительна для многих.